В свои 89,5 она бодра и весела. Но как бы не был силен дух и легок нрав, годы сказываются на здоровье Нины Александровны. Благо, что теперь медпомощь в родном Иловай Рождественском буквально в двух шагах. Хотя я тут шагах хорошо взяла. Это ужас. Дай бог здоровья, кто это все сделал нам. Своего главного спасителя бабушка Ласкова называет «котенок», заботливая заведующая ФАПом Екатерина Иванова. И первую помощь окажет, и нужные лекарства доставит, а если придется, и укол сделает. Обновленное рабочее место оборудовано всем, что необходимо для качественной первичной медпомощи. Больше того, дважды в неделю на подмогу приходит врач общей практики. Составленный график приема узких специалистов из районной больницы. Конечно, рады вообще все население. И я в том числе рада. Условия, конечно, раньше были никакие. Не было канализации, удобств не было таких, какие здесь. А это уже укомплектованный ФАП. Новый ФАП построили буквально за несколько месяцев. Это модульная конструкция. Здание хоть и небольшое, но вместительное. В селе берегут стариков, с любовью растят малышей. А потому в этих стенах готовы принять каждого. Можно сказать, что это было чудо. Потому что мы и не ждали, но жизнь требовала этого. Потому что это живое село. Здесь 122 ребенка, беременные женщины. И поэтому для нас это было как бы неожиданностью. Мы первое время даже не верили в то, что все это может произойти. Но, тем не менее, это все произошло. На строительство этого фельдшерско-акушерского пункта ушло около 7,5 миллионов федеральных средств. Здесь, правда, стоит оговориться, что такая крупная сумма вышла еще и за счет того, что в селе пока нет централизованного водопровода. Оставить ФАП без воды было нельзя. Поэтому здесь оборудовали автономную скважину с серьезной системой очистки. Кроме того, ФАП обеспечили собственным газовым отоплением. Территорию перед входом благоустроили и сделали доступной для всех. Такие масштабные работы стали возможными благодаря нацпроекту здравоохранения. К слову, в этом году в регионе откроют еще шесть таких современных фельдшерско-акушерских пунктов. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей.